Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Ну что, на том же месте, в тот же час растёт королевский набор! Решила включиться совсем на чуть-чуть, чтобы показать вам процесс. Судя по просмотрам моего последнего ролика, где я вам впервые показала вот этот набор, вот эту красоту из джута и не только джута, попутно отвечу на часто задаваемые вопросы в ваших комментариях. Может быть, кому-то мои ответы пригодятся. Ну а я хочу прежде всего поблагодарить вас за ваши очень тёплые комментарии. В основном, в основном комментарии были положительные. Несколько пользователей, я, по-моему, двоих я заблокировала за их острый язык, за их такое вот, не знаю, какое-то странное отношение к видео, мне кажется. Ну что вот здесь вот, что здесь можно написать плохого? Ну нет, нашлись, нашлись всё-таки. Ну ладно, на них останавливаться не будем. В основном, все комментарии положительные. Я рада, что я вас вдохновила на вот этот героизм. По-другому его никак не могу назвать. Сразу вот отвечу на комментарии. Елена, что вы делаете? Ведь джут очень тяжело вязать и жёсткая пряжа. И я так понимаю, вы натираете пальчики. У меня вот уже зажил вот этот вот пальчик. Я правша. И нить проходит вот здесь, на левой руке по указательному пальцу. Ну вот даже сейчас, мне кажется, есть маленькое покраснение, но это уже всё прошло. Я вот здесь натерла, когда первый раз только вязала. И мне было очень-очень больно. И я тоже уже даже хотела бросить всё это было, вот когда я вязала вот этот маленький коврик. Что я хочу сказать? Потом я всё-таки нашла причину, почему же мне так больно, почему так трёт джут. Что-то здесь как-то нужно с этим разбираться. Что я сделала? Ну, прежде всего, я одела одноразовые перчатки. Вот я сейчас вам покажу. Вот такие одноразовые перчатки. Очень хорошо они использовались. Хотя я их не использовала. Но часто использовались. В 18-19 год. Во время, так скажем, банана фикуса. Больше я это никак назвать не могу. И они остались. А вот одевала только на левую руку. Ну, потому что здесь вот шланить. И здесь было больно. Правая рука, как бы с ней всё нормально. Но даже в таких перчатках вязать очень неудобно, некомфортно. И я решила искать причину в чём-то другом. Потому что, когда я смотрела мастер-классы. Вот, кстати, вот этот ковёр Шарм. Там девушка вязала вообще... Ну, в общем, джут был в два сложения. То есть, у неё джут был из двух нитей. И плюс ещё одна такая нить. То есть, получается, там четыре нити. Ой, это вообще сложно. Я смотрю, она так легко вяжет. Всё прям у неё идёт. И пальчики у неё не натертые. Я решила, что здесь дело в чём-то другом. И я вам уже говорила, что взяла крючок по-другому. Как нож. Уже не буду показывать, зацикливаться на этой теме. И сразу сняла перчатки. Вот прям немножко поджил пальчик. И я сняла перчатки. Ничего больше не натиралось. И всё было хорошо. Ещё причина вот такой травмы. Это нужно вязать слабее. Вы, видимо, очень туго вяжете. И джут любит волю. Нужно вязать слабее. Даже несмотря на то, как вы держите крючок. Ну, конечно же, нужно держать как нож. Вы почувствуете сразу разницу. Вот когда я решила эти две проблемы. То есть, изменила захват крючка. Сначала одела перчатки. Стала вязать слабее. Но у вас сразу вязка станет слабее, когда вы будете держать крючок как нож. Вы это почувствуете. И ещё, конечно же, нужно правильно подобрать размер крючка. Вот был вопрос. Скажите, как называются эти крючки? Я думала, что уже все знают эти крючки, как называются. Но, видимо, вот не все. Крючок Кловер. Покупала я лет 10 назад. Да, наверное, 12-й год был. Даже уже 11 лет. В магазине Сьюшоп из Германии они шли. Но сейчас этот магазин в связи с санкциями закрыт для России. Ну и, так скажем, слава Богу. Крючки не дешёвые. Я покупала сразу, по-моему, там 23 штуки набор, чтобы у меня были все размеры. Многие мне писали, ну зачем, вот что вы вяжете вот этими крючками, там 6,5. Так, камера у меня ушла. Там 5,5. А вот видите, как пришлось, да, вяжу, теперь вяжу, и теперь только у меня это и ходовые крючки. Так что советую, конечно же, купить весь набор. Я даже не знаю, сколько он сейчас стоит. Тогда мне посылочка обошлась в 4 тысячи. Это, я повторюсь, был 12-й год. Сейчас не знаю. Наберите в поиске вашего браузера, которым вы пользуетесь, в интернете. Куплю крючки Кловер. И вам, если вы включите геолокацию, вам интернет подскажет ваши ближайшие магазины. Они и на Алиэкспресс продавались, и в магазинах я как-то теряла крючок. Один на... Ой, 0,75. Тогда мои крючки были, когда я вязала ирландская кружа, все были 0,6, 0,5, 0,75. Самый большой единицы. Представляете, какими крючками я тогда пользовалась. Вот. И я один крючок потеряла. Покупал мне Лешек, по-моему, магазин Трискале называется в Москве. Покупал вот этот потерянный крючок. Вот. Потом крючок 0,5 у меня как-то сломался. Я его тоже в Трискале покупала. Так что не думайте, что вот прям сьюшоп и на нем свет клином сошелся. Нет. Можно купить крючки. Да, я думаю, что в России можно купить все, если захотеть. Так, ответила по поводу вот этих вот, я думаю, что важных комментариев. Да, я думаю, что мои ответы вам пригодятся. Теперь был вопрос, а вот этот жутовый коврик, если детки как бы вот спотыкаться не будут, для детей я не советую. Все-таки он, ну так скажем, это не палас, друзья. Дети любят, они подвижные, они бегают, у меня вон даже коты его, когда играются, вот вы видели, Монька здесь лежал, и все это, ну, сворачивается. Поэтому вот для детей я все-таки советую вам шнур, либо полиэфирный, либо хлопковый. Вот для сравнения я вам покажу. Вот этот ковер я вязала летом. Спонсором был магазин Нить Добра. На Вайл Борис есть видео. Это ковер из хлопкового шнура. Вязать намного тяжелее, но тогда до меня не дошло, что можно, вернее, даже не можно, а нужно взять крючок по-другому. Я думаю, если бы я вязала этот ковер с другим захватом крючка, держа как нож, мне бы было гораздо проще. Вот для деток я советую все-таки вязать из хлопкового или полиэфирного шнура с сердечником. Но я не представляю, если честно, как вязать из полиэфирного шнура с сердечником. Это, мне кажется, даже при таком правильном держании крючка будет очень сложно. А вот хлопковый шнур очень-очень даже пойдет. Вот эти ковры, они, ну так скажем, более тяжелые и более стабильные на полу. Кстати, вот такой хлопковый шнур идет, ну, скоро придет, так скажем, ко мне. Я там списалась с магазином Т-декор, где у них есть на Вальберис магазин, называется Нить Добра. И мне вышлют пряжу. Вот у меня осталось это вот от Макраме, от кресла. Кстати, был вопрос, кресло я еще не закончила. Оно стоит, ждет свой час, да еще и беседка не скоро как бы будет готова. Поэтому кресло будет готово. Там немножко осталось довязать. Все это я сделаю. Вот придет посылочка. Я, конечно, сделаю распаковку. Но вы уже можете набрать на Вальберис магазин Нить Добра и посмотреть, что там, что почем, хоккей с мячом, да. Посмотреть, какие там расцветочки. Такой шнур есть даже с шерстяной. Я вот вам напомню. Вот это тоже шнур от Нити Добра. Это Макраме. Это не крючок. И я вязала коврики. Очень тепло ножкам. Этот коврик у нас лежит в ванной возле унитаза. И, хочу сказать, очень комфортно ходить и ножкам тепло. Вот там есть и хлопковые, и шнуры с добавлением шерсти. Ну, а я вам еще хочу показать этажерку, которую я занесла из терраски. Ну, в общем, это для обуви этажерка. В терраске мало места. Там сейчас стоят баки с тыквой. И, в общем, пришлось вот сюда поставить эту этажерку. Но она как будто здесь вот и была. И дверь открывается у шкафа. Все хорошо. И Скармен. Вот это красное пятно отлично смотрится. И теперь эта этажерка, это у нас трехкомнатная квартира для наших котиков. Очень прикольно смотреть, когда они все втроем занимают вот эти три комнаты и спят там, спят, играют между собой лапами. В общем, интересно. Вот этот коврик из трикотажной пряжи, тоже от T-Decor. Вот это тоже мы с вами вязали, эти шнуры. Вот, решила постелить. Вот здесь вот, ну, в общем, котам удовольствие. Этот коврик из джута, это самый первый проба пера. В общем, у нас появилась вот такая трехкомнатная квартира для котов. Еще отвечу на вопрос, ну, типа жесткий джут, вязать тяжело. Да, тяжеловато, друзья, когда этот джут, ну, вы вяжете чисто из джута. Но когда мы делаем смесовку, как вот в этом королевском ковре, то есть, махер здесь я добавляла, пряжу вискозную, хлопковую, то смешиваясь с этой даже тоненькой пряжей, хочу сказать, ну, во-первых, он становится еще крепче, крепче полотно и становится гораздо проще вязать. Особенно, когда добавляете вискозную пряжу, вы знаете, она гладенькая, такая атласная, шелковистая. И получается, что намного проще вязать, когда вы смешиваете джут. А вообще, я хочу сказать, не бойтесь экспериментов, пробуйте, смешивайте. Если у вас нет вискозной пряжи, вот были вопросы о карачаевском, можно смешать. Я ни разу не вязала из карачаевской пряжи, но думаю, и она тоже сюда прекрасно подойдет. Тем более, если вы не знаете, что из нее связать. Они не очень хорошие отзывы. То, что, конечно, говорит, я не знаю. Не буду сейчас на этом останавливаться, но я думаю, что можно смешивать вообще просто вот все, что у вас есть. Если хорошо сделать компоновку цветов, скомбинировать цвета, то будет очень-очень даже неплохо. Ну, а я подхожу на основные вопросы, я ответила. Подхожу вот к этой работе. Это вот такая подушечка. Она еще не готова. Сейчас немножко подробнее расскажу, как я ее вязала и что. Значит, мастер-класс я уже ссылку на мастер-класс я уже указывала в прошлом видео, когда показывала вот эту вот красоту. Настя Бученко зовут, по-моему, блогера. Я не помню, как называется канал. Там как-то на английском труднозапоминаемый. Вот. Найдете то видео, зайдете под видео, будет ссылка на ее мастер-класс. Я уже вам говорила, что... А, значит, называется у нее на украинском эта работа черевна тканына. Вот еще на комментарии отвечу. Я, когда заходила на сайт Драгона, описание там было, должно было быть, причем сначала я его видела, а потом оно куда-то исчезло, закрылся этот сайт Драгона. Так вот, там сайт англоязычный, англоязычный. И когда был перевод, ну, то есть я перевела страницу, мне переводчик выдал, что, в общем, название этой работы «Волшебное плетение». «Волшебное плетение». Понимаете? Вот. Но у Насти она назвала черевна тканына. Переводится как «Волшебная ткань». Правильно, тканына – это ткань. Вот. Там меня девушка поправляла. Но в оригинале это переводится как «Волшебное плетение». Я тоже указала как «Волшебное плетение» название этой работы. Потому что по названию, по названию и узоров, и по названию работы проще найти информацию по вот этой красоте. Поэтому «Волшебное плетение». Да, и как-то «Волшебная ткань» не очень красиво звучит, потому что все-таки мы плетем, вяжем и уместнее будет «Волшебное плетение». Ну, да ладно, не суть. Вот вы наберете, допустим, джемпер «Мираж» и вас тут же выбросит на страницу Светланы Волкодав. Может быть, еще кто-то называл так джемперы, но я уверена, что вас выбросит именно на страницу Светланы Волкодав. Поэтому название важно. По названию очень просто найти работу в интернете. Может быть, от других мастеров, я не знаю. Но поэтому «Волшебное плетение». Так вот, я вам уже говорила, что вот эта красота, ее можно закончить на разных этапах. И это еще не конец. Есть еще продолжение. Пятая часть, я уже говорила, можно продолжить вязать вот этот ковер. но я решила, что хватит стоп. И связала вот эту вот часть, остановилась вот здесь, по-моему, 17-й или 18-й ряд. И у меня получилась вот такая подушечка. Как говорится, не мудрствуя, лукаво. И сочетание отличное. То есть, получается комплект. Ничего не стала придумывать, не стала никаких искать других узоров, а просто взяла вот эту вот часть вот этого ковра. Но, если вы заметите, я сделала здесь немножко от себя тяну. Видите, вот здесь вот этот ряд воздушный. Ну, для, так скажем, пышности, для рельефности. Здесь вот этот ряд он воздушный. Все то же самое и здесь. но здесь вот эти элементы они прихвачены. Видите? То есть, что я сделала? В следующем ряду, а это вот этот вот ряд, нет, ну, там еще один ряд есть, ну, ладно, неважно. В общем, когда вяжется вот этот вот ряд, где вот эти вот большие арочки, я вот здесь вот просто прихватывала, но не за саму пико, а сзади. Вот видите, пико у меня в свободном, так скажем, плавании, а прихватывала за пико, цеплялась. Вот хорошо здесь видно. Для чего я это сделала? Поскольку это подушка, и мне показалось, что вот этот вариант как-то будет мяться, как-то будет вот под спину положишь, может быть, вот так вот завернется, и это будет неаккуратно. Поэтому я вот внесла вот свою, так скажем, лепту в этот узор, и вот этот ряд просто взяла и пристегнула, да, то есть вот так вот прихватила, и он стал, ну, так скажем, более стабильный. И что еще хочу сказать, здесь вязала я крючком серединку пятерка, а здесь серединка вообще вязалась четверкой. И вот этот элемент гораздо больше, то есть в свободном полете вот эти вот арки дали, так скажем, величину, а у меня наоборот все это сузилось. Вот я если даже положу, вы посмотрите, что вот этот мой, так скажем, второй вариант с прихватыванием ряда, он получился даже меньше, хотя крючок больше. Видите, как на величину, ну, правильно, вот прихватилась, здесь вот арочки, они пошли в свободное плавание, вытянулись, и, естественно, увеличился размер. Вот, остановившись на, повторюсь, вот когда я связала вот этот элемент, с той стороны, видите, я стала вязать, так скажем, объем подушки, вот, провязала два ряда столбиками без накида, и все, остановилось. Следующий, значит, этап, мне связать еще один вот такой элемент, и просто их потом вот здесь вот соединить между собой, цепляясь сразу за два ряда, сшить, так скажем, но не сшить не иглой, а связать между собой, посмотрю там, как я буду связывать, либо столбиками без накида, что, скорее всего, либо столбиками с накидом, потому что объем подушечки вот прям тютелька в тютельку. Теперь, так, по вязанию я вроде-то все рассказала вот об этих нюансах, теперь, как я сшила, из чего я сшила вот этот чехол и что внутри. Значит, чехол я сшила из старой простыни, той же икеевской, там, ну, как сказать, датырли эту простынь, это все было еще в Москве, но углы хорошие, плотненькие, и я эту простынь использовала для пошива вот этой наволочки. Вот здесь у меня стоит таз, и диаметр этого таза просто идеально подошел для, ну, чтобы сделать выкройку. В общем, использую все, что под рукой. Короче, обвела контуры, вырезала и сшила, значит, вот эту наволочку. Рассказываю дальше. У меня была вот такая подушка внутри, вот здесь вот даже я сейчас еще не убирала, гречиха, то есть, я покупала на Варбарис, вот там вот прям, видите, вот такие вот синяки, шелуха от гречихи. Вот, надоели мне эти подушки, не хотелось мне тратить лишние деньги на то, чтобы купить синтепон, можно было синтепоном набить подушку, но я решила использовать то, что у меня есть. И вот, причем, подушка, это была в таких тройном, вдвойном, что ли, чехле, тут вот, ну, хорошо сшито, там, вот, вот это вот, чехол еще там из одной ткани и использовала я, не поверите, вот эту вот воронку для, ну, когда я делаю какие-то заготовки из овощей, да, накладывать овощи удобно, ставишь на банку. В общем, оставила я небольшой разрез в той наволочке круглой, который я оставила, чтобы четко прошло вот это горло воронки. Брала эту кружку использовала как черпак, зачерпывала вот эту шелуху, воронка вставлена в наволочку пошитую и вот так вот я наполняла вот этой шелухой новоиспеченную подушку. Вот здесь еще бардак, вот она, эта старая простынь, из которой я шила, а это вот второй чехол наволочки, вот от этой подушки из шелухи гречихи. Хорошее качество, в общем, теперь просто сюда она на замочке, просто сюда куплю синтепон, набью подушку и может быть еще что-то свояю, может быть еще какая-то красота, так что у меня теперь два чехла высвобождаются и еще есть возможность полета для творчества. Ну, а потом, когда наполнилась вот этой шелухой, вы знаете, вот есть такие подушки антистресс, очень похоже, прям так приятно это все трогать. Потом здесь просто вручную вот нитками зашила, вот сюда вставлялась вот эта вот воронка, чтобы насыпать вот эту вот шелуху и все, вуаля, деньги дома, подушки, которые лежали в шкафу, теперь будут использоваться, там немножко осталось шелухи, ну, совсем так, куда девался фокус, фокус, ты где? Вот, вот, может быть еще какую-то маленькую подушечку я сделаю, так что осталось мне связать вторую часть, все это между собой сшить и очень хорошая подушка, знаете, еще для чего, конечно, спать на ней, ну, будет неудобно, скорее всего, под спину и под ноги, можно вот ее положить туда и когда, особенно летом, ноги отекают, кладем на нее ножки и отдыхаем, то есть будет идти отток крови, высокая, в общем, вот такая, да еще и красивая красота, у меня осталось как раз немножко джута, я думаю, что вот, мне хватит, да вполне хватит на вот эту вторую часть, да я могу взвесить, я могу взвесить, посмотреть, сколько веса вот этой первой части, я думаю, что вполне мне хватит здесь джута, и с джутом пока завяжу, я имею ввиду, приостановлю вязание, хотя очень хочется еще одну модельку коврика связать, и потом буду вязать, потом или сейчас вот придет пряжа, буду вязать из шнура хлопкова, повторюсь, мне как-то больше нравятся натуральные вещи, чем полиэфирные, это все-таки синтетика, да, и выглядит грубовато, да, они, конечно же, тяжелые, будут лучше лежать на полу, но это все же синтетика, мне хочется как-то больше естественности, что ли, и как-то я уже говорила, что в нашем доме просматривается эко-стиль, очень много вещей из джута, и всякие коробочки, и много вязаных вещей, и даже подойду сейчас, вот тоже вот такие поделки, но это вообще из бумаги, мы тоже с вами делали, очень похоже на водоросли, вот эта вот коробочка, веревочки, завязочки из джута, плетеные корзины от икея, ловец снов, все это вот вязаное, все это вот какое-то в таком вот стиле, эко-стиль я называю, эко-стиль, вот, поэтому все это дополняется, все это красивенько становится, если вам как бы нравится такой же стиль, я думаю, что можно очень классно, незадорого украсить ваше жилище, все время забываю вам показать, что наконец-то вот этот долговяз я закончила, но это уже давно, может быть, с месяц назад, но все как-то забываю, забываю вам это показать, связалась вот такая шторка, я накрахмалила ее уже, все здесь хорошо, это очень тонкий, очень тонкий лен, высылал мне магазин, дай бог памяти, ой, забыла, забыла магазин итальянской пряжи, ой, Леночка там хозяйка, вот, представляете, вылетела, вылетела у меня из головы, высылала она мне вот эту пряжу, вон она стоит, вот я смешивала эти, вот, тоненькая, тоненькая, она там вообще тонюсенькая, вот я вам показываю, вот еще там и осталась даже, не знаю, может быть салфетка или опять куда-нибудь добавить, вот, долго, я очень долго вязала эту красоту, по-моему, крючок здесь 1,25 или единицы, не помню, вот так вот это сейчас смотрится, такая же, здесь, с этим же рисунком, кстати, есть мастер-класс по вязанию вот этой каймы, но мастер-класс платный, на канале есть, обращайтесь, кому нужно, вот, здесь такая же шторка связана, но здесь немножко толще пряжи, пряжа тоже итальянский, лен, или лен с хлопком, уже не помню, называется ленок, немножко они отличаются по цвету, потому что, ну, мне бы не хватило, здесь есть, был похожий цвет, вот желтый, да, но если бы я вязала в одну ниточку, это вообще невозможно, очень тонко, поэтому я смешала вот с такой розоватой пряжей, то же самое, только цвет другой, и получился немножко такой розоватый оттенок, ну, в принципе, ничего страшного, смотрится, сейчас вот засвет идет с той стороны, смотрится хорошо, вот, так что, это занавесочка тоже готова, долго я ее вязала, как я крахмалю, сейчас будет вопрос, завариваю кисель из крахмала, просто вода и крахмал, и потом этот кисель выливаю в таз с водой и кладу туда вещь, которую нужно подкрахмалить, и вот так вот получается, также можно крахмалить клеем ПВА по-разному, бывает и так, если есть клей ПВА, добавляю просто в воду, но бывает вот крахмал, так что и вот в этой комнате у нас тоже очень хорошо просматривается эко-стиль, очень много вещей, сделанных моими ручками, как-то даже хочется снять ролик, чтобы показать вообще, вот просто подходить к вещам, которые я делала самостоятельно, и показать вам вообще сколько же любви, сколько труда вложено мною в украшение нашего дома, нашего любимого дома, нашего жилища. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, думала прям минуточек на 20, но, как говорится, Остапа понесло, не могла остановиться, хочется с вами делиться своим опытом, своим знанием, своим умением, чтобы как-то вдохновить вас на красивые вещи, чтобы меньше как-то абстрагироваться, от сложной ситуации в мире творчество все-таки спасает. Я вас всех обнимаю, всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.